Тут видишь, в чем проблема. Ты ненавидишь еретиков, ты ненавидишь таких всяких либералов, маловеров и прочих армяниан. Ты в истине стоишь и истиной поражаешь всякую человеческую благоглупость. Ты отстаиваешь правду Божью, ты ведь на защите имени Божьего воинствуешь. И вот подходит время. Господь позвал тебя к себе. Ты подходишь к нему, весь такой святой, в крови лжецов и еретиков. Ты победитель, и ты готов принять венец из рук Господа. А он говорит, почему ты не пришел ко мне в больницу? Почему ты не посетил меня в тюряге? Почему ты не накормил меня и не напоил меня? Да что ты, Господи, я вел войну с ересями. Какие больницы, какие там голодные. Эти наркоманы, забулдыги, они же Евангелие отвергают. Я за правду доктрин стольких либералов замочил и никогда ни на шаг не отступил от правды святой. И что я стал бы кормить этих еретиков, помогать этим либералам и всяким там пилаянам? Да не в жизнь! Ты не посетил меня в тюрьме. Ты не накормил меня. Ты не пришел ко мне в больницу. Иди гуляй. Я никогда не знал тебя. Матфея 25, 41-46. Тогда скажете тем, которые по левую сторону. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный уготованы дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе», тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.